Здравствуйте, уважаемые члены жюри, участники конференции и слушатели. Мы студентки стоматологического факультета Бекмулин и Дина и Медикян Мариан хотим затронуть важную тему – речевая активность и стиль общения врача-стоматолога. Целью нашей работы является обосновать важность знания стиля общения врача-стоматолога с пациентами. Задача, которую мы поставили перед собой, это рассмотреть уровни речевой активности врачей, изучить существующие стили общения, а также выделить фразы, наиболее часто используемые при определенных стилях общения. Эффективность профессиональной деятельности врача-стоматолога находится в прямой зависимости от степени доверия между ним и пациентом. Чтобы выстроить конструктивную систему взаимоотношений, стоматологу нужно работать не только над технологическим мастерством, но и над навыками коммуникации. Коммуникативно-грамотное поведение специалиста является залогом качественной медицинской помощи. Исследователи выделяют несколько уровней речевой активности врачей. Специалисты с высоким уровнем речевой активности стремятся устанавливать контакты с пациентом и сопровождающими его лицами. Во время приема подробно разъясняют клиническую ситуацию в полости рта. В ходе лечения согласовывают свои намерения с пациентом, дают пояснение к выполняемым манипуляциям. Такие специалисты могут выстроить эффективную коммуникацию со всеми психотипами пациента. Стоматологи со средним уровнем речевой активности используют вербальную коммуникацию не так широко. Они задают пациенту ограниченный перечень вопросов, сообщают мне всю информацию о плане условий лечения и не всегда согласовывают свои действия с намерениями и желаниями пациента. Стоматологи со сниженным уровнем речевой активности используют ограниченный набор слов, необходимый для взаимодействия с пациентом и сопровождающими его лицами. Они не могут найти нужный тон и целесообразную форму общения с пациентами. Обычная установка таких специалистов – мое дело лечить, а не разговаривать. Для осуществления успешной коммуникации врач должен иметь представление о различных стилях общения, каждый из которых имеет свои особенности. В своей работе мы проведем примеры речевого поведения врачей-стоматологов, собранные нами во время прохождения практики в лечебных учреждениях города Саратова, а также найденные в материалах, размещенных в сети интернет. Так, позитивный стиль общения предполагает похвалу, комплименты, терпеливое разъяснение пациенту причин заболевания, особенности его протекания, выбора способов лечения, также пояснение своих действий. Врач, ориентированный на позитивный стиль общения, заинтересован в установлении благожелательной и комфортной атмосферы общения, принимает во внимание боязнь и страх пациента перед предстоящими манипуляциями, а также старается его успокоить. На приеме такой врач обычно использует следующие фразы. Присаживайтесь, я сейчас вас осмотрю, и мы во всем разберемся. Садитесь в кресло и занимайте удобное для вас положение. Вы такой молодец, что смело выдержали эту процедуру. Не бойтесь, это совсем не больно. Как только почувствуете дискомфорт, сразу же дайте мне знать. Не стоит так переживать, все будет хорошо. Заигрывающий стиль чаще используют при работе с детьми. Характеризуйте набором таких способов встановления контакта, как злоупотребление словами с уменьшительно ласкательными суффиксами, неформальное обращение к пациенту и чрезмерные похвалы. Как поживает мой дорогой пациент? Больно не будет, я посмотрю чуть-чуть и все. Мой хороший, нужно немножко потерпеть. Давайте посмотрим ваши зубки. Пощиплет немножко и пройдет. Потерпи, моя дорогая, еще чуточку осталось. Рентгенчик вам сделаем и все узнаем. Негативный стиль общения основан на угрозах запугивания и устрашениях. Опять вы? Что вам теперь нужно? Анализы у вас, конечно. Вы вообще следите за своими зубами? Как можно было до такого довести? Таких пациентов у меня еще никогда не было. Вы совершенно не следите за полостью рта. Что же вы так плохо чистите зубы? Не говорите ерунду. Может, уже начнете слушать и выполнять мои рекомендации? Врач, использующий в общении с пациентом негативный стиль, часто делает замечания больному. Допускает резкие высказывания в его адрес, включает в свою речь разговорную и экспрессивно окрашенную лексику. Директивный или авторитарный доминантный стиль характеризуется стремлением держать все под контролем, жестко управлять ситуацией и людьми. Директивный врач дает строгие указания пациенту и его родственникам, требует неукоснительного исполнения своих распоряжений. От детей врач, использующий директивный стиль, ждет примерного поведения и немедленного послушания. В разговоре использует повелительное наклонение, указание дает в форме кратких команд. Слушайте меня внимательно. Мне лучше знать, кто тут врач, я или вы. Я же сказала потерпеть. Что значит больно? Глупости, терпите. Откуда вы можете это знать? Если вам что-то не нравится, идите к другому специалисту. Не задерживайтесь. У меня еще много других пациентов. Патерналистский или отцовский стиль по форме практически не отличается от директивного. Разница в мотивах, которыми руководствуется врач. Патернализм продиктован родительской заботой. Специалист действует по принципу «я плохого не посоветую». От врача, избирающего данный тип общения, можно услышать такие фразы. Я вам что, плохие советы давать буду? Это лекарство я выписываю всегда. Ну как же так? Нужно было быть внимательнее. Это лечение пойдет вам на пользу. Я не буду делать вам больно. Вы можете быть со мной не согласны, но я делаю так, как будет лучше для вас. Врач не заинтересован в получении обратной связи, он не придает значения мнению пациента. Стоматолог, предпочитающий конвенциальный стиль общения, стремится достичь согласия во всех аспектах лечебного процесса. Его интересуют мнения и пожелания пациента относительно рекомендуемого плана лечения, последовательности и объема процедур. Вы согласны с моими назначениями? Давайте вместе решим, как будем лечить этот зуб. Я вам подробно расписал весь курс лечения. Уточните, если что-то будет непонятно. Таким образом, речевая активность врача является необходимым условием для установления благоприятной атмосферы в общении с пациентом и формирования с ним терапевтического альянса. Знание особенностей стиля общения поможет врачу-стоматологу критически подойти к анализу своего речевого поведения и мотивировать себя на устранение непродуктивных плечевых тактик. Также для достижения эффективной коммуникации с пациентом врач должен уметь комбинировать различные стили общения. Знание существующих стилей общения необходимо будущим врачам-стоматологам в избежании конфликтных ситуаций и ошибок в общении, связанных с неверной выстроенной коммуникацией с пациентами. Спасибо за внимание.